Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, чтобы использовать клей в качестве праймера под ваш макияж? Я вот лично никогда не задумывалась, пока не столкнулась с одним продуктом, и сразу хочу вас успокоить, настоящий клей мы не будем сегодня использовать как базу под макияж, но мы будем использовать продукт, который как раз-таки получил вот такое вот прозвище даже внутри компании, то есть они его позиционируют как своеобразный клей-праймер под ваш макияж. И речь пойдет о праймере от компании J1, и называется этот праймер Jelly Pack. Перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к нашему сообществу Beauty, если же вы уже не впервые здесь и подписаны, то обязательно нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, таким образом YouTube всегда будет вас оповещать, как только выходит мое новое видео, и вы в общем-то в курсе событий будете всегда, поэтому обязательно это сделайте, и давайте приступать непосредственно к обзору. Итак, праймер Jelly Pack. На самом деле очень интересный продукт, и сегодня будет не первое впечатление, то есть я уже им так достаточно долго пользуюсь, и уже у меня сформировалось четкое представление о том, что делает этот продукт. Это корейский бренд, и достаточно успешный, я бы сказала, потому что он уже продается в Сифоре, и также в Европу он уже тоже зашел, и продается, например, на таком сайте, как Культ Бьюти, который тоже делает международную доставку. Также можно купить этот праймер вот в таком вот формате 30 мл, я взяла изначально именно его, но есть еще больший формат по размеру, там 50 мл. Сейчас я зашла на сайт Культ Бьюти, и давайте я вас слегка ознакомлю с тем, что из себя представляет этот продукт, что заявляет производитель нам. Итак, рассказывается о том, что Jelly Pack это корейский бестселлер, и он уже получил очень много вариантов прозвищ, в том числе и маска Корсет, потому что он моментально подтягивает и делает более упругой кожу, что на самом деле кто вообще не хочет. Все на самом деле хотят подтянутую упругую кожу лица, и не только лица. Значит, он мгновенно растворяется на коже, также предполагается достаточно длительное увлажнение на протяжении всего дня, и эффект эластичности, скажем так, кожи. И создан этот бренд очень известной корейской актрисой Джей Вон Ха, если я правильно произношу ее имя. И смысл был в том, что она мечтала о том, как бы сократить время, которое она тратит на уход за собой. А если вы знаете, корейцы вообще фанаты ухода, у них там 35 баночек ежедневно используются на лице, и естественно, даже элементарно просто втереть эти все продукты в лицо, занимает много времени. Она искала какие-то варианты, как можно сократить это время, то есть как создать какой-то мультизадачный, скажем так, продукт. И вот конкретно этот праймер, по идее, работает как увлажняющий крем, как маска для лица, которая подтягивает и наполняет вашу кожу всякими полезностями. И также это еще и праймер под макияж. Предполагается, что это можно носить вообще с утра, вот как просто ваш увлажняющий крем. Я так не делаю, я использую это средство именно как праймер, потому что здесь мы возвращаемся к началу видео, он действительно создает очень такой вот липкий эффект на лице, как будто клей у вас на лице, который после этого очень хорошо хватает любую косметику. Но в то же время липкость не такая, знаете, как противная, как будто все склеенное на лице, но все же эта липкость есть. Возможно, она не ощущается прям вот так вот на коже, но при прикосновении вот чувствуется вот такой вот небольшой как липкий эффект. У меня сейчас на лице нет тональной основы, нет консилера, я специально это сделала для того, чтобы показать вам этот праймер именно в действии, потому что забегая наперед, скажу, что я заметила за ним то, что с ним намного лучше и красивее тональная основа ложится на кожу, и если у вас есть мимические морщины, если есть там на лбу где-то морщины, носогубка, то есть в этих зонах тональная основа ведет себя гораздо лучше, чем без вот этого средства. И не только мгновенно при нанесении, но и также на протяжении дня. У меня в последнее время очень много тональных средств начало трескаться именно в морщинах или сильно заваливаться в морщины, и таким образом создается, ну, откровенно говоря, не очень симпатичный эффект, и поэтому я начала заморачиваться именно вот такими средствами, которые действительно способны мне в этом помочь, чтобы мой макияж максимально длительное время выглядел хорошо. Конкретно с этим праймером вот первые несколько часов, там, я не знаю, часа 4-5, макияж выглядит вообще очень хорошо. Потом, если я ношу прямо на протяжении всего дня макияж, то могут опять-таки заваливаться в морщинки некоторые тональные основы, но вот ни одна из них не трескается, не выглядит вот так вот отвратительно, как будто сухая корка на лице и начинает это все трескаться. Давайте теперь без лишних предисловий попробуем все-таки нанести это на лицо. Сейчас я уберу волосы. Я заметила, что это средство лучше всего наносится как раз-таки пальцами. Вы берете его и просто начинаете наносить на ваши проблемные зоны. И оно выглядит вот, даже не знаю, как вам это описать, оно выглядит гелевым, но при этом немножко как липковатым, и как будто оно сложновато распределяется по лицу, но в то же время как будто под пальцами в определенный момент оно начинает превращаться во что-то увлажняющее, типа как увлажняющего крема. То есть сначала вроде как тяжело, да, то есть оно сопротивляется и не хочет распределяться по лицу, но потом, когда уже практически распределилось, оно ощущается вот очень таким вот увлажняющим средством. И, кстати, тоже с порами расширенными оно тоже борется, как бы визуально их маскирует. И также предполагается, что это средство, оно работает так же, как и уход, то есть это не просто декоративная косметика, и со временем вы увидите разницу еще и в том, как выглядит ваша кожа. Я пользуюсь пару недель, пока ничего не заметила, прям сильно такого масштабного, в плане изменения мимики лица, да, изменения текстуры лица, я этого ничего не заметила, только декоративный такой вот эффект во время ношения макияжа. Сразу после нанесения праймера я наношу консилер, сегодня это будет Tarte Shape Tape консилер, и оттенок у меня Light Neutral. И заканчиваю нанесением тональной основы, сегодня я буду использовать S.T. Lauder Double Wear, и оттенок у меня 1N2. Ну что ж, тональную основу я нанесла, не знаю, как у вас сейчас это выглядит на видео, но мне очень нравится результат, который получается. Кожа получается максимально какая-то разглаженная, ну, понятное дело, да, то есть если есть какие-то глубокие морщины, возможно, это средство не способно прям совсем их скрыть или потянуть настолько кожу, чтобы это исправить, но насколько это возможно, мне кажется, это средство справляется очень даже неплохо, по крайней мере, результат вы сейчас видите на мне, и уже можете делать выводы, нравится вам это или нет. Давайте я сейчас полностью закончу макияж и вернусь к вам для подведения финальных итогов. Ну что ж, свой макияж я уже полностью закончила, и вы можете оценить финальный результат. Мне нравится, не знаю, как вам, но мне нравится, я вполне могу похвалить этот продукт, и однозначно посоветовать его тому, кто сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкиваюсь я, которые я описала в начале видео. И я вам рекомендую начинать, наверное, все-таки вот с такой вот небольшой бутылочки, потому что ее можно за достаточно бюджетные деньги купить. Если вдруг вам это не подойдет или не понравится, то вы, по крайней мере, уже не вложитесь в полноценную такую большую банку, и она не будет у вас стоять и пылиться без дела. Обязательно пишите мне в комментариях ваши впечатления от этого продукта, насколько вам понравилось, как происходит нанесение тональной основы, как это все выглядит у меня на лице. В общем-то, все свои ощущения обязательно пишите внизу. Если есть какие-то средства, которыми вы пользуетесь, которые работают аналогично, тоже обязательно пишите, мне будет интересно расширить свой кругозор в этом плане. И на этом я буду с вами уже прощаться. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вы уже, в общем-то, знаете, что вам нужно сделать. И мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!